Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по гео-стратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас заметка изменения расклада сил в Закавказье. Раздел гео-стратегия. Если послушать армян, азербайджанцев, грузин и просто истеричных отечественных экспертов, то Закавказье является важнейшим стратегическим регионом мира, где недопустимы никакие проблемы и отступления. Любое происшествие и заявление рассматривается под лупой. Чаще всего в логике все пропало. После чего звучит рассказ о необходимости России срочно действовать, но в интересах стороны говорящего. Логика и аргументы каждый раз оставляют послевкусие обмана, манипулятивного навязывания, двойственного выбора или-или, не оставляя пространства для вопроса, а нужно ли вообще ввязываться в происходящее. В последние несколько лет произошло кардинальное изменение геополитических раскладов в мире, которые превращают Закавказье из потенциального коридора и места удара в тупик и котел для любого, кто туда полезет из внешних сил. И да, ниже описано подробнее. Текста много, но нужно донести всю картину мира разом, не дробя на части. Да, и отвечать на одни и те же вопросы просто надоело. За Кавказье строительство дороги в никуда. Раздел «Геостратегия». С точки зрения долгосрочных перспектив, регион долгое время представлял интерес в разрезе конкуренции двух ортогональных и несовместимых проектов интеграции. Это север-юг непроявленный и запад-восток доминирующий. Состав потенциальных интересантов и их противоречий не позволял существовать обоим путям. Приоритет был у горизонтальной связанности. Эта геополитическая, экономическая и транспортная магистраль активно обсуждалась и готовилась с обеих сторон. С востока ее строил Китай как резервный маршрут в Европу в обход России и Ирана при поддержке стран Средней Азии. С запада весь западный мир и Турция, что стремилась построить свой геополитический блок «Тюркский Каганат». Россия противилась этому в мере ограниченности сил и возможностей. Иран жил в изоляции и не в полной мере понимал и принимал выгоды. Основным препятствием Запада, Китая и Тюрк была Армения, которая не позволяла сформировать связанность и усилить окружение, удушение России. Получение в 2008 году России контроля над Южной Осетией, в скобочках, плацдарм с южной стороны Кавказского хребта облегчила задачу, создав перманентную угрозу маршрутам в скобочках несколько десятков километров. В последние годы геополитический расклад кардинально изменился. Маршрут с запад-восток превратился в тупик на пару десятилетий. Давайте перечислим. Китай потерял интерес к пути через Закавказье. Маршрут Европы утратил важность. Основное его внимание направлено на юго-восток. Союз с Россией и Ираном необходимым для выживания. Средняя Азия утратила ресурсы и возможность для многовекторной политики. Плавно зажимаемая Россией, Китаем и Ираном, а также стремительно растущими рисками стать частью Большого Афганистана. Иран перестал быть странной изгоем и становится одним из оплотов порядка в Азии. Россия и Иран увидели перспективу проекта «Север-Юг» как основы стратегического союза на весь 21 век. И что же еще? Турция надорвалась и не может продолжать экспансионистскую политику из-за внутренней хрупкости, находится под угрозой распада. Британия, ЕС и Израиль значительно ослабли. Приоритеты, ресурсы и влияние стремительно падают. И в финале у нас США планомерно уходят из региона и не готовы к серьезным долгосрочным проектам. Внутренний расклад в Закавказье два десятилетия был неизменен. Азербайджан придерживался многовекторной политики. Армения ориентировалась на Россию и блокировала горизонтальную связанность. Грузия перестала быть субъектной даже на минимальном уровне. События 2019-2024 годов сильно поменяли расклад. Баку переориентировался на поддержку горизонтального проекта. Ереван обманули предателей во власти. А Тбилиси проявил несвойственную ранее адекватность и мудрость, перейдя к многовекторности. Проект «Запад-Восток» стало можно строить, но оказалось некуда. Теперь там тупик, а проходящий по ущелью маршрут оказывается под потенциальным ударом сидящих сверху русских и персов, которые с интересом будут наблюдать и ждать. Теперь они могут в любой момент спустить лавины, устроив огневой мешок. Здесь в кавычках, конечно. Им сам и им на ближайшие годы в рамках вертикальной связанности хватит маршрута через Каспийское море. Актуальность расширения пути станет стратегической надобностью только в 30-е годы. Интересы России и Ирана в Закавказье теперь совпадают. Отсутствие явного бардака и военных баз, а в перспективе прохождения сукопутного маршрута между собой, в скобочках, западное побережье Каспийского моря, не забываем про горы. Объективно говоря, получение и использование местных экономических проектов, природных ресурсов, населения, туризма, культурного наследия и т.д. обойдутся в разы дороже, чем возможные альтернативы. России и Ирану много проще оставить регион в виде периферии, буферной зоны между собой, как стала Монголия между Россией и Китаем, и не лезть во внутренние разборки. Минимальный порядок есть, транзитным планам не мешают, ну и живите как-нибудь сами. Даже взрыв в Закавказье более не даст больших долгосрочных проблем России и Ирану. В рамках инерционного сценария к 2028 году Турция не будет на карте мира, распадется под грузом проблем и противоречий. Ровно как и ЕС. Англосаксам будет недодалекой, затерянной и изолированной от их влияния области на карте. Если в Средней Азии можно создать самоподдерживающийся хаос, то в Закавказье это будет сделать на порядок сложнее, да и ресурсов будет требовать гораздо больше. В 30-е годы проект Север-Юг, а именно Россия, Иран, Индия, Африка, станет одним из важнейших в мире. Принимая во внимание физическую географию региона и вопросы обеспечения безопасности, оптимальным будет маршрут, железная дорога и авто вдоль западного берега Каспийского моря. За последние два года власти и элиты в Баку умудрились сказать и сделать очень много лишнего, а именно нарушение данного слова, обман, мелкий шантаж и т.д. Русские могли бы подобное простить, иранцы – нет. Чем больше подобного накопится, тем ближе Азербайджан к разделению на зоны влияния и утрате субъектности после 2028 года. Северные дагестанские лесгинские земли, ровно как и южные талышские, получат очень серьезную автономию. Армянам будет не легче. Набранный темп национального предательства и сдачи всего и вся руками Николы Пашиняна ведет к исчезновению с карты. Еще до начала Второй Карабахской войны, это 2020 год, писал, что такими темпами через 10-15 лет Армении не будет. Они идут с опережением. Иронично, но еще несколько лет прорусской политики и армяне стали бы привилегированным союзником России и Ирана, кураторами всего региона. Но предъявлять претензии теперь могут только к себе. Поезд ушел. С Грузией обратная ситуация, самая вменяемая и долгосрочная верная политика из всех троих, прогрузинская. Таким образом, ближайшие несколько лет Закавказье будет штормить, но влияние и масштаб этих событий в разы меньше, чем информационное сопровождение. Оказать серьезное влияние на Россию и Иран не получится, а в 2028-30-х годах эти две державы останутся единственными силами в регионе. Придет время наведения порядка. Сложившуюся к тому времени границы не будет их интересовать. Особенно в части мнения азербайджанцев и армян. Депрессивная, никому не нужная буферная территория, через несколько, которые идут важные транспортные потоки, вот ее будущее. Все остальное будет исключением, поддерживающим правила. Запад смог обмануть и сломать Армению, но сделал это поздно. Любые оперативные и тактические успехи сторонников проекта Запад-Восток в Закавказье не будут иметь долгосрочных последствий. Дорога в никуда в опасном месте. Наоборот, проект Север-Юг с каждым годом будет набирать значимость. Масштаб и его важность станут понятны большинству лишь в 30-е годы. Важно не ослабить их в попытках спасения реликтов уходящих прошлых эпох. И да, будем наблюдать, как скоро этот расклад начнет описывать своими словами разные эксперты и плюшевые мишки, испытывающие голод нормальных моделей и понимание процессов. Ну что же, будем ждать. Спасибо, что дослушали заметку до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Пишите ваши комментарии.